И в прошлом, в 2012 году, произошло знаменательное явление, которое продемонстрировало, что мы, то есть все человечество, впервые за 2000 лет оказалось в ситуации идеологического врага. Дело в том, что западный глобальный проект в 2012 году фактически заявил о своем добровольном уходе со сцены. Значит, скорее всего, ключевой точкой, с которой началось это движение, было лето 2011 года, когда был арестован Доминик Строскан. Дело в том, что причиной ареста Строскана было то, что мировая финансовая элита, то есть элита западного глобального проекта, в рамках которого уже существует весь мир, а элита западного глобального проекта приняла решение повторить во всемирном масштабе фокус, который она проделала в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки по итогам кризиса 1907-1908 годов и депрессии 1908-1914 годов, которую тогда называли «Великой», было принято решение о создании специального института Федеральной резервной системы США. Сегодня было принято решение о создании аналога Федеральной резервной системы США, надстройки над центральными банками, так называемого Центробанка Центробанков. Уже обсуждалось, что это будет на базе МВФ, и поэтому Строскан уже обсуждалось, как будет называться новая валюта, уже обсуждались технические детали. В этот момент администрация Соединенных Штатов Америки, я даже не буду влезать в детали, потому что времени мало, это такая общая линия. Что она сделала? Она арестовала Строскана, и тема Центробанка Центробанков была закрыта. Она исчезла из всех документов, мгновенно, практически. После этого стало понятно, опять-таки в экономику не буду вдаваться, что сохранить ту экономическую базу, на которой сидел западный глобальный проект, более невозможно. И в конце 2012 года элита, ну в середине 2012 года, элита западного глобального проекта распалась на несколько больших частей. Самая крупная часть приняла решение, ну условно говоря, пойти на второй заход. Это была идея, а можно там не шепуршиться, это просто невозможно совершенно. Значит, идея была такая, поскольку не получилось создать то, что называется мировое правительство, собственно, Центробанк, Центробанк это и был бы тем самым мировым правительством, которое сегодня не существует, но которое элита западного проекта очень хотела сделать. То нужно что сделать? Нужно снова сделать несколько независимых валютных зол, устроить между ними конкуренцию и дальше повторить, ну фактически вернуться в 30-е годы и повторить весь, соответственно, путь, может быть, более успешным. А еще одна группа, понимая, что нужно спасать Соединенные Штаты Америки, решила, что нужно эмиссионный механизм Федеральной Резервной Системы США направить на поддержание реального сектора. Американской экономики это вот те, кто заромнее стоял. Условно говоря, республиканская партия, хотя тут все сложнее. Третья группа, это группа международных банкиров, которая очень хочет, тем не менее, сохранить вот эту вот сеть международных банков, и для этого им категорически нужна Федеральная Резервная Система США под полным контролем. А нужно понимать, что любой чиновник Федеральной Резервной Системы США, который только до недавнего времени знал, что главные это акционеры ФРС, которые контролируют, ну, 7 из 12 мест в Совете Директоров, в Комитете по открытым рынкам фактически, и по этой причине слушаться нужны их банкиров. Сегодня неожиданно обнаружил, что если слушаться их, то можно и присесть, как это было с авторосканом. В результате с конца 2011 года полный контроль над ФРС имеет администрация президента Соединенных Штатов Америки. И по этой причине именно вот кто победит в Белом доме, тот и будет решать вопрос. Значит, Ромни проиграл, с реальным сектором не вышла. А та группа, которая хочет альтернативных центров сил, у них никогда не было контроля за Белым домом, но только очень частичный. За счет того, что там было очень много представителей Бондон-Саксов всегда. И таким образом остались две группы. Группа первая, это которая хочет сохранить американскую финансовую систему и через нее вытаскивать американскую экономику. Не через реальный сектор, а через финансовую. И группа вторая, это вот остатки международных банкиров, которые хотят сохранить международную финансовую сеть. И, соответственно, единую систему разделения труда. Значит, Обама, у него была и та, и другая группировка в его окружении. И, соответственно, в декабре, когда Обама объявил фактически новый состав своей администрации, стало понятно, что международные банкиры полностью проиграли. Обама принципиально изменил и подходы к внешней политике, и подходы, как будет понятно, скоро видно на практике, и подходы к экономической политике внутренней. Ну, собственно, изменения эти произошли еще в начале 2012 года. Теперь вся эмиссия идет практически исключительно на поддержание внутриамериканского спроса. Международные банкиры больше никому не нужны. А у них начинаются проблемы. Они очень скоро, да, они еще контролируют МВФ и Мировой банк. Но я думаю, как только произойдет реальная смена, то есть где-то к концу февраля-начале марта, когда новые министры в США усядутся, и прежде всего новый секретарь казначейства, который не из Голдман-Саксы, не из Дж.П. Моргана, а из Сити. Соответственно, они возьмут под контроль, потому что и МВФ, и Мировой банк – это фактически филиалы американского казначейства. В этой ситуации обнаруживается что? Что мировая финансовая элита, элита западного глобального проекта, которая после 1991 года фактически взяла на себя ответственность за мир, ушла. Ее больше нет. И человечество со всеми его мыслями и идеями повисло в воздухе. Я хочу говорить о будущем. Что нас ждет? Значит, мы оказались в ситуации идеологического вакуума. Пусть там. Все начинают выходить из кризиса самостоятельно. Никакого центра принятия правил, центра принятия решений больше нет. Элита западного проекта ушла с позиции генератора правил. И понятно почему. Потому что до этого 30 лет существовал такой неявный договор, который на самом деле очень напоминает рассуждения ранних христиан по поводу Римской империи. Что да, это конечно зло, но это минимальное зло, потому что обеспечивает некоторый минимальный порядок. Так и тут. Можно ругать международных банкиров, их есть за что ругать, но они обеспечивали экономический рост. Другое дело, что они при этом брали себе львиную долю той прибыли, которая образовывалась в результате этого роста. Но тем не менее они это делали. Сегодня ситуация такая, роста нету уже, а они продолжают себе брать львиную долю всех доходов, которые образуются в экономике. Ну и понятное дело, что им начали задавать вопросы. Собственно вот смена администрации в Соединенных Штатах Америки во многом этим и вызвали. Но если их нету, то кто? И вот мы сегодня все оказались в ситуации, еще раз повторю, идеологическому вакууму. Нету ни общепризнанного глобального проекта, ни какой-то группы, которая в рамках идеологии одного из проектов пытается объяснять, что вот смотрите, общие правила предлагаем всем с ними жить. Это в некотором смысле катастрофа для человечества, но это вместе с тем уникальная совершенно возможность. Потому что тот, кто в этой ситуации предъявит новые правила, может оказаться на коне из совершенно неожиданной, в том числе и крайне слабой позиции. Только надо предъявлять правильные правила. При этом нас ждет очень сильный экономический кризис, который начнется, я думаю, что он уже идет 4 года, но вот в такой наиболее острой форме он начнется, скорее всего, через год-другой. Потому что более-менее внятная оценка тех ресурсов, которые имеются в Соединенных Штатах Америки, а ресурсам только один, это эмиссия. Показывает, что вот еще где-то на год стабильности у них хватит. Хватит ли у них еще на 2-3 года, это вопрос отдельный. Не буду искать. Значит, вот это вот картина мира. Теперь вопрос, а что можно предложить? Я не вижу сегодня другой альтернативы, кроме «Красного проекта». С точки зрения экономики. По банальной причине. Мы не видим сегодня другого механизма поддержания человечества в целом, кроме научно-технического прогресса. Если мы сегодня попытаемся отказаться от технологической цивилизации, ну, например, перейдя на исламскую хозяйственную модель, то мы практически автоматически получаем резкое падение населения Земли. Грубо говоря, с 7 миллиардов до около полутора. Поддержать сегодняшнее население без технологического общества невозможно. То есть, либо нас ждет такая тотальная катастрофа, цивилизационная, либо мы должны сохранить технологическое общество. А технологическое общество можно сохранить с точки зрения хозяйственных механизмов, либо с западным проектом, но он умирает у нас на глазах, либо красным. При этом есть одна замечательная штука. Дело в том, что красный проект, в нем очень сильно ослаблена мистическая компонента. Символ веры есть, а вот, соответственно, мистическая компонента, ее обоснование отсутствует. Символ веры – это учение Маркса всесильно, потому что оно верно. А обоснования мистического нет. Ну, потому что то, что написано как наука, оно, ну, это не является доказательством для большинства людей. Вот то, что мы видели, да, в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, все же учили политэкономию, и это не было убедительно. И, как выяснилось, скажем, вера в Бога, и христианская, и исламская, оказалась куда более устойчивой, чем, значит, вот вера в это вот марксистскую научное обоснование символа веры красного. Значит, дальше я повторю вещь, которую я уже много раз говорил, которую мы обсуждали как-то, когда у нас было заседание в актовом зале ВИИЯ лет 8, или даже 10? В 14-м. В 14-м. Да, когда я, соответственно, сказал, что в одних регионах мира нужно скрещивать модель хозяйственного красного проекта с исламом, в других с христианством, в третьих, может быть, с буддизмом, но я не вижу сегодня, не берусь пока сказать, а может быть, это и возможно, другой модели по чисто экономическим причинам. Мне кажется, что после кризиса все равно нам придется менять модель экономического развития, которая сегодня научно-технический прогресс, ну просто потому, что под него больше нет ресурсов. Но сделать это в рамках капиталистического общества невозможно. А в рамках красного проекта можно. Мне кажется, что следующей моделью вместо научно-технического прогресса будет социальный прогресс. То есть будет меняться система социальных отношений. В некотором смысле в СССР были попытки перейти к такому обществу в 20-е годы. Было очень много разных идей и конструкций, но они, естественно, все к 30-м годам, к тому моменту, когда нужно было начинать индустриализацию, они все умерли естественным путем. Разумеется, изменения эти могут произойти только после спада, вызванного кризисом. Спада, который вызовет катастрофические совершенно явления и полный слом социально-политических конструкций, что в Европе, что в США, что в Японии. По поводу Китая я сказать не берусь. Вот мы сегодня с Олегом Григорьевым где-то часа полтора обсуждали ситуацию в Китае. Сложная там ситуация. Там, вне всякого сомнения, возможно сохранение нынешней социально-политической модели, но при полном разрушении той части экономики, которая ориентирована на Запад. То есть все равно произойдет откат экономики в 50-е годы. 50-е годы не китайские, а мировые. Про экономику не хочу сейчас говорить, я уже завершаю. Значит, у меня получается следующая конструкция. Первое. Существует несколько регионов мира сегодня, в которых переход к новой модели возможен без тотального социально-политического кризиса. Значит, это Китай, это Россия, и это несколько стран, в которых очень большое, но бедное население, которое они могут использовать в качестве механизма для построения региональных экономических систем. Это Бразилия, это Индия, может быть там Индонезия, еще чего-то, но ни одна из этих стран никогда не рожала глобального проекта. Единственное, что может быть, может быть попытка сделать в рамках Латинской Америки красный проект на идеологической базе католической. Получится, не получится, это вопрос отдельный, мне кажется, что не получится. Но вот то, что в нашей стране очень возможно построение вот такой структуры, более того, оно будет в некотором смысле уникальное, потому что мы можем построить и как бы ту часть, которая на базе христианства, и ту, которая на базе ислама. И которая и должна будет продемонстрировать исламскому миру, который находится сегодня тоже в тяжелом кризисе, а как бы ту модель, которая может привести к стабильности. Во всяком случае, одно уже очевидно. Те силы, которые держали что Китай, что Россию, что Европу, что Соединенные Штаты Америки в рамках идеологии западного проекта, они у нас не добровольно, а в США добровольно, и я думаю, что и в Европе скоро добровольно, они ушли с арены. И вот тут может оказаться, что тот, кто первый в условиях кризиса предложит некоторую новую модель, новый глобальный проект, тот может выиграть даже в том случае, если экономически сегодня нет ощущения, что это возможно. Мы подошли к ситуации, когда имеет место идеологический вакуум отсутствие доминирующих глобальных проектов. что принципиально новая ситуация для всего человечества. Она дает для всех, и для нас в том числе, некоторые уникальные возможности.